привет друзья подписан на большое количество психологических пабликов и в них часто встречается одна и та же мотивационная идея это не психологически не психотерапевтическая именно идея а именно мотивационная такая идея классика мотивационная да такая фраза ты совсем справишься у тебя все получится ты сможешь и это просто мало того что ложь это ладно еще что это ложь просто что и что это не работает совершенно да я очень сомневаюсь что говоря сам себе когда тебе авторитетный кто-то говорит для тебя или любимый это работает но когда ты сам себе или книга тебе говорит или это как мой мотиватор это не мало того что это совершенно не сработает помимо всего этого это еще очень очень опасная фраза это опасно я считаю что убеждать человека что он совсем справится он все выдержит у него все получится это по-настоящему опасная разрушительная фраза потому что многие из нас большинство из нас ним а не обладают таким чувственным спектром каким-то как-то странное сложное слово чувственный спектр я бы сказал не обладают такими индикаторами внутренними душевными ресурсными до чтобы вовремя понять когда ты на пределе а это охренеть как важно чтобы не начать скатываться в переедание в депрессивное состояние в тревога чтобы не вы чтобы когда ты вы вышел за свои ресурсы вот это все вот это начинает выпирать зависимости алкогольные наркотические просто жизнь в постоянном просто перманентный припадок от начала от с утра до вечера это все 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 эти почти симптомы это в том числе следствие того что ты вышел за свои границы и продолжая что-то делать что-то работать чего-то добиваться когда у тебя просто уже ресурсов сил ни на что нет до поддерживаемые внутри вот этой самой фразы ты справишься все получится потому что понятно что никогда фраза просто как фраза не воспринимается любым кто ее читает на воспринимается так сжать яйца в кулак потерпеть напрячься стеснуть зубы просто пройти и но у большинства нет никакой цели вот дойти до какого-то дня до какого-то такой-то суммы до какой-то это то есть когда тебе четкий мотивационный тренер ставит какую-то четкую сумму ты точно знаешь вот я заработаю миллион все я расслаблюсь на несколько недель все я буду дрыхнуть до скольки вот это так далее вот это еще вот в каких-то случаях может работать когда еще такая цель у большинства кому говорят всякие эти психологические паблики ты справишься все получится они понимают лишь одну простую вещь я абсолютно в этом уверен это нужно исследование чтобы понять как понимают какую-то фразу но я ежедневно общаюсь с людьми о психологических проблемах не говорю что я специалист ни в коем случае даже него не близко однако я могу что-то судить о том как воспринимается какая-то фраза людьми хотя бы в какой-то степени так вот фраза ты сможешь ты 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 справишься переводится в голове так терпи сжимая яйца в кулаке либо сжимай вагину в кулаке и просто продолжает от путь вот так продолжаем учиться продолжай страдать продолжать терпеть вот и все многие люди люди продолжают тему думают что вот когда доходишь до предела ты как бы взрываешься ты начнешь орать нет знаете как происходит выход за пределы ты просто теряешь интерес к жизни к своей вот и все это тихо просто тебе ничего интересного ставится ты как робот работа дом работа дом куда-то съездил что-то поделал что у тебя я уже не говорю никакой никуда что творчество не особо нет желания пообщаться все ровненького так становится и не интересно как будто внутри умер вот так и происходит вот это вот выгорание вот так она ощущается ну если ты хотя бы более-менее психологически здоров те кто к те кому плохо у тех кого ресурса намного меньше еще хуже все становится там депрессии начинаются про прочесть все серьезно поэтому вот это вот фраза ты сможешь ты справишься я считаю это очень опасная фраза не нужно себе говорить ты справишься лучше говорить себе так ты уверен что ты справишься потому что не всегда нужно добиваться чего-то не всегда нужно идти стиснуть зубы да иногда это даст какой-то результат также часто это не дает никакого результата человек думает нет вот я заработаю на квартиру на машину сначала потом думать его заработаю на квартиру на жизни меняется продолжает идти стиснув зубы да есть есть я соглашусь в жизни есть этапы которые по-другому никак да да ну когда жрать нечего или там шить негде совсем уже какие-то херовый этап но большая часть жизни она не такая это не выживание это просто загонение себя в рамки вы вот в такие вот я должен 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 забывая о своем каком-то психологическом здоровье как-то это с претензий звучит психологическое здоровье такие колхозник внутри такой ты же мне сынки психологическое здоровье начинает немножко колхозник быдлятинка внутри начинает пытаться обесценивать ее удерживать нужно везде да когда-то но у большим большинство нашей жизни нет однако же большинство людей обывателей нас с вами живут именно так нужен нужно терпеть нужно идти ничего не менять тяжело это нормально я совсем справлюсь я всего до добьюсь и когда они находят в психологических пабликах эти мои мотиваторы ты со всем справишься они лайкают потому что это это нездоровая разрушительная мысль она она импонирует им лайк я реально справлюсь вытерплю вот так и человек опустошается и все меньше любит жизнь все меньше наслаждается и и все больше становится омертвел равнодушным внутри вот так вот поделитесь в комментариях что вы обо всем этом думаете живете ли в этом в этом состоянии когда ты уже механистично просто идешь до какой-то цели не ощущая уже чего-то внутри или были ли у вас периоды такие к чему они привели потому что я понимаю может быть и положительный опыт у такого да потому что когда есть люди с бешеным ресурсом творческими способностями при предпринимательскими способностей а есть люди средние да и там где средний выгорит полностью потом несколько лет будет восстанавливаться вот такой энергетический такой супермен долго еще сможет работать и для него не будет никак у них никаких поломок внутренних не будет детали внутренние выдержат когда обычный сломается уже давно и будет там валяться где-то нам очень расскажите о том как с этим у вас рок-н-ролл вот